Я тебя вижу, Липован. Тихо, я шифруюсь. Шифруюсь, а не шифруюсь. О! Слышишь? Катя, это не О. Мы же только приехали, Сережа. О, а шо? Я уже начал дегустировать, ёлки-тыпалки, ты посмотри сюда. Типа ты не в курсе, что это и какое это. Не делай из себя, пожалуйста. Он много видов ещё не пробовал. А-а-а. Во-первых, успокойся. Вот это, как у депутатов этот мандат, неприкасаемый, поняла? Вот это, это наш с Маратом уголок, мужской. Всё, успокойся. Я пойду женский себе заведу тогда, хорошо? У тебя вон под целый дом. Под женский уголок. Катя, ты не то снимаешься, посмотри, как оно... Я в шоке. Вот у нас, как сегодня утро началось, я ждал этого момента, когда уже приедем домой и будет так и можно. Друзья, всем привет, с вами Десклеб Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Ты же левша. Всем шалом. О, он уже это говорил. Марат не привык. Он на привозе. Два раза не привык. У нас такие замечательные, удивительные подписчики, что с ними можно и два, и три, и четыре, и много раз. Ага. Короче, друзьяки, мы как обещали, для вас исполним. Элементарное, простое, вкусное и незабываемое. Оно же есть, да? Вот что самое простое, это самое вкусное. Серёдка есть. Короче, идём у нас сейчас распаковочка. Катенька, ты шо, гриль на базе? Это шикардос такой. Я сейчас запеку картошку. Короче, смотрите. О, вода закипела. А это значит? Это значит, можно опускать в печёночку. Печёночка, купленная на привозе. Свежая, нежная, бесподобная. Просто шикардос какой-то. 800 грамм. Кстати. Вы всем ответили про рыбу заливную? Чуть больше, но там были немножко обрезочки. Вот этот жирок я снял. Получилось ровно 800 грамм. Вот как он любит. Ты на вопрос не ответил. Что? Каждому ответил про рыбу заливную? Нет, ещё не всем. Те, кто, кого увидел, уже ответил. Ай, Марат, Марат. Нет, чтоб всем сразу одновременно. Так он... Марат, сразу сколько минут мы её варим? Ребят, вот с того момента, вот как сейчас закипит вода, 5, максимум 6 минут, если более крупная печёнка. У нас в нашем случае 5. И самое главное... Это очень важно. Не переваривайте её. Потому что переваренная печёнка в салате будет уже... Это будет не тот дешевт. Он так говорит, что хочется слушать. Как мне до рында дотянуться? Всё-таки традиция? А чего ты это всё переставил? А чего ты это всё переставил? Да слышали все твою рынду. Давай сделай... Ну ты делаешь перестановки в доме там, мебель туда-сюда таскаешь? Мы тоже решили сегодня... Давай сделаем вид, как будто бы этого не было. И я не нарушаю традицию. Не для тебя, а для наших уважаемых подписчиков. Просто шикардос! Ребята, для вас! Я её в бабу-кате ещё не видел. Ну так я ей обязательно позвоню. Алё, бабкатенька, всё нормально? Как пиво? Вкусное? Вкусное пиво? Ах, чтобы вы нам были здоровы. Бабкатенька, всё, целую ваши ручки. Уже и карася всего продали. И голову ту огромную от толстого на 5 кг. Ай, чтобы вы нам были здоровы. Хороших, замечательных выходных. Ну, а мы с Маратиком для вас что-то такие исполним. Мммм! Целую вас! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Марат что-то начал делать, а я аккуратненько... Гриль что, завёлся? Марат, там уже температура и перчатки. Я сегодня эту картошку буду почти голыми руками брать. Потому что в этих перчатках от фирмы Грилекс можно брать не только картошку, а ещё и эти угли. Ребят, картошечка у нас сегодня не для салата. Просто покажем вам такой праздничный вариант картошки с селёдкой. Навеем вас на хорошее, вкусное, кулинарное настроение. Катенька, а скажи, а сливочное масло у тебя есть даже? Есть и сливочное, есть ещё и топлёное. А что вы у меня спрашиваете, Маратик? Я же готовить не умею. У хозяина спрашиваю. Ну ты знаешь всегда, что у тебя в холодильнике. Есть, есть масло сливочное. Успокоилась. Я забыл. Одна рука нормальная, а другая не очень. У тебя, наверное, одна больше другой просто. А я как тот моряк попай, ёлки-палки, с разными руками. Хорошо, хоть только с разными руками. Да не стыдно тебе вот это вот думать гадости, ёлки-палки. Я про уши, про глаза, про что ещё. Я вот тоже как это по-разному там. А всегда парные органы, они чуть-чуть отличаются. А, так это нормально? Да. Всё. Главное, что у меня правая, а не левая. Всё, Маратик, я кидаю аккуратненько на гриль. Да, да. Ты что, смотри, центра на минималку, в центре и будет запекаться. Вот так вот. А края пусть работают на полной скорости. Ты шо? Те, кто не знают, так я вас познакомлю. Чарт Бройл собственной персоной. Модель Сигнатур или Аплифлафля? Короче. То, что ты сказал. Аплифлафля? Да. Ага. Значит, модель Сигнатур. То, что ты плохо выговорил. Хватит нам вот эти вот картошки? Хватит, хватит. Каждому по одной, да? Всем хватит. Хорошо, пока я делаю, фольгирую эту штуку. Я же вообще хотел начать не с этого, а именно с распаковочки. Шо мы купили на привозе? Груши детям. Домашние отборные у бабушки куплены. Целую ваши ручки. Она на пол падала. Шо их собирали? Тут. Это на привозе можно. Если в магазине упало, то другое дело. Так, шо у нас еще есть? Хватит. Вот я запекаю. Колбаска для мамы. Это от Лили Курочки. Ёшкин кот, ты шо? Ты посмотри. Шо это за блеск? Прямо нереально неестественно красивый настоящий. Аромат какой, я думаю, сейчас прямо аж через экраны телевизоров передать можно. Марат, куда это? В мисочку? Так, вот сюда. Судой. Это нам с тобой к пиву. Замечательные крылышки. Пакетики до свидания. Я не вижу пекинской капусты. А тебе не надо, я ее вижу. Вот она есть. Все. Собственно персоной это тебе для салатика, да? Помидорки черри очень сладкие. Джинджер или как там в Израиле говорят? Джинджер, да. Имбирь тоже Судой. Немножко зеленого лука на привозе было, так мы его взяли, чего нет. Это вот сюда. Это я разворачивать не буду, это просто замечательная, великолепная куриная для мамы колбаса. Сюда и положу ее. Яблоки надо? Два. А что же не надо? О, авоська моя любимая, слышишь? Так я теперь только с ней ходить буду. Но ты сегодня был звезда привоза. Это не я, а авоська. Я-то шо? Все спрашивали, где взял такую? Ребята на барахолке, да, попалась как-то даже не помню. А одну тебе привезли. То ли? Гаденько. Там в ресторане есть у нас полохматиль, там не одна, там очень много. Там есть желтая есть хорошая, и из лески вот такая неубиваемая, замечательная. А если у тебя по твоим сокромам полохматить, так еще штучек 5-6 найдется. Кому надо авоська, пишите. Подарю. Э-э-э-э. Ой. А, это я уже трогал. А не, вот эту вот. Ой. Марат, ты же не попробовал? А где наша человека? А я на привозе попробовал. Шо-шо? Ты посмотри, шо это за сальцо, шо это за сальцо. Маратик. Слышишь, я с этой распаковочкой Родненький Картошку не поспеваю Ой, сейчас выкиплю Та не, она уже выкипела, все нормально Сейчас как дам срез, чтобы в рот не влезет В мой точно влезет Та я Как это, Катюша, твой рот в рекламе не нуждается Марат Джан, хамон с привоза Это бекон, да, хамон Высовывайте язычок Не, не, не Я так и не смогу Хотя, шея не закидывается Так, закусь есть Пусть полежит, потому что пригодится, правильно? Нет, ты хотя бы попробуй, не обязательно закусывать Просто попробуй, оно именно вкуснячее Именно эта модель сала Ты картошку уже положишь или нет? Ну да А вот с этого я хочу сразу сделать Не буду долго тянуть кота за яйца Все уже долго Дай мне фольгу, я буду заворачивать На, лучше покажи людям сало, а я буду делать то же самое А я вот хочу, чтобы ты такой тоже мне отрезал кусочек Катенька Я тебе тоже даю Надо было там на привозе его и пробовать Много не отрезая, но мне надо на блюда Я хочу сделать людям шедевр Марат, отрезайте Угощайтесь Я все Он уже третий раз покупает Очень много работы Сегодня? Ты же говорил, что снимем быстро два салатика и все У меня просто фольга бракованная попалась У нас нет другой нормальной фольги? Есть Придется поколупать Тогда мне, что же я буду стоять И заодно возьми дождечек Маратик, его, смотри Сейчас я с этой фольгой разберусь Не, ну это чисто Катя Ну сделай паузу, пока я тут понервничаю Знаешь, что на столик в ресторане повар говорит? Что? Ее просто нельзя кидать, швырять Да я не кидал, не швырял Кто-то до меня ее кинул А я ее уже такую подобрал Елки-палки Что же, я душа добрая О, кажется, добрался Не факт А? Не факт Ты можешь мне добрым Я просто в прошлый раз пыталась Словом подержать Я извиняюсь за этот срам Ты хотел что? Вот эти вот сотейники На тебе их Катенька, сделай доброе дело Что такое Сало не туда полезло Да Бедняжка Вот иди отхекайся И принеси мне в фольгу Так хватит на людей кашлят О, Катюша Совсем другое дело Ёшкин ты кот Марат, у тебя что, по времени уже все? 6, 6,5 минут Выключай Я тебе принес их обе штуки Тебя надо ее просто слить? Да Сюда поместится? Аж бегом На, тебе Сливай Вот тебе миска полоскай Я дальше продолжаю делать то, что я еще делаю С хорошей фольгой Так это совсем другое дело Слушай, ну как же пахнут эти курии копченые Словами не передать Так, сальцо Все, картоху я накрываю, Марат, да? Да Здесь что, понадобится что-то? Сковородка? Да Вот так вот Как удобно Вы еще будете сало? Ты такой гостеприимный, Сереженька У меня есть Я знаю, что есть, я далеко его не убираю Оставлю здесь возле маминой колбаски Что еще нам, боженька, послал с привоза? Ой, Марат, морковча Это то, что у тебя пришло в голову к рецепту Когда ты увидел Вот этот шикарный прилавок Я просто тебе расскажу один раз Я делал вот этот салат с печенкой Который мы сейчас делаем Один из салатов И у меня дома была морковка На столе стояла, не помню, нужен Я ел этот салат и прикуску этой морковкой закутывал А я подумал, почему бы не добавить нам немножко этой морковки прямо в салат Худесник, Марат Мы сейчас так и попробуем Без перимет сделаем Марат, я вот сколько готовлю Вот только по такому принципу Все время что-то куда-то Ох ты что, вот так вот Ну зачем это что-то? Стабелями Кратенько Я хочу, чтобы в нашей студии появилось место А чтобы оно появилось место Надо тебе доесть эти мандарины Давай, с удовольствием Замечательные Так, авоська, моя любимая Вот удивительная, поближе к телу Удивительная, замечательная вещь Мандарины тоже сюда Топорик мой Не перестаю радоваться Ладно, ладно Взять один окорочок И разурбать топориком Не надо Давай, эх ты, ну что Снять с него кожу Ну не выбрасывать, я ее съем Но в салат она не пойдет И мелко-мелко Ну, кубиком нарезать мясо Вы его жарить будете? Нет Слава Богу Сережа, что ты делаешь? Я? Марат, посмотрите, что он придумал Под шкурку залезаю Филигранно Ну вы видели, что он сделал? Да самчик Я пойду по-моему И пришло же в голову тебе такое, Сережа? Катюш Хотя да, я знаю Ну вот, я же за это Ты можешь там нафантазировать Вдруг Ты что думаешь, у меня как это Последние две девочки получились? Чего? В березке? А ты что, не была рядом? Где ты была, елки-палки? Не в курсе? Фантазер Ты меня называла Фантазер Только этого мало Гриф маленький Марат, я ее для тебя раздел Елки-палки Надо было это дело делать под эту штуку Не, выбрасывать не буду, пригодится Так, шкурку ты сказал съешь Обязательно Слышь, так у меня уже, как это, вопрос к вам, к евреям Вы что, их все съедаете? Я просто очень люблю Не, я понял, что вы Как это? Вот таких шкурок 5-6 отложите И вот тебе гороховый суп прекрасный получится Точно! Бери за горохом Бери вот еще не закрылся Маратик, я вот сюда в мисочку аккуратненько все это делаю Нам два окорочка надо будет или один? Я думаю, вот когда ты нарежешь кубиком все мясо, которое ты снимешь с кости Я тебе скажу Хорошо Может добавим еще полокорочка А окорочок и печенка, это в один салат? Нет В разное Ребят, чтобы вас не запутать Мы все приготовим, а потом собирать будем два разных салата Чтобы вы не запутались, что куда идет Количество продуктов вы видите Вот перед вами весь ассортимент А что потом будет, так сидите до конца и будет вам счастье Ваше количество, клади на глаз, не ошибешься Называется Это не с Маратом Ты что, не вешал 800 грамм печенки варил? Ты что? Так, аккуратненько раздеваю ручками Те, кто спрашивал про пропорции заливной рыбы, наверное, сейчас смеются А это главное, чтобы на наших видео люди смеялись и улыбались А раз у вас такое хорошее настроение, так вы приготовите его по-любому Любое блюдо и будет вам таки вкусно Маратик, квадратики должны быть такие? Вот, смотри, вот такие О, еще мельче Чуть крупнее будут, мне что страшно Это же миясо Слушай, так это же такой салат будет с копченой курочкой, что это будет счастье На Новый год будете готовить такой салат? А почему нет? Ты что, не читала комментарии за этот, как это, предыдущий салатик? Читала там людей Что каждая нормальная хозяйка, во-первых, ты удивил, никто так никогда до этого И во-вторых, теперь все хотят поголовно даже тех, кто это и не любил Нет, этот салат сама нежность, вот по ощущениям просто Он очень необычный И, на мой взгляд, там очень сильно играет заправочка вот эта, с горчичкой Вот это вот все Обязательно А потом, так, на контрасте с фруктами работает очень здорово Ой, наши вы хорошие Даже если вы его, как это, даже если ваши гости его не поедят Ну, удивите так, что вы просто обалдеете Что такое этот салат в разрезе Это же вообще какая-то ювелирная работа Так, я тебе тоже этот гороховый суп и все дело оставляю Да ты шо, шо это за ляшки, ай-яй-яй Посмотри Какое замечательное, великолепное, приятное мясо Тоже хороший подарок новому году, да? Ляшку подарить? Ну да Конечно Ты шо? Так купил, отправил, кому-то приятно сделал А, вот так вот? Ну, а как ты хочешь? Я уже подумал, что просто елисейки Елисейки? Он с утра просыпается, а он у него под елкой лежит Во-первых, необычно Неожиданно Я последний подарок свой помню Тот, что бабушка дарила Самолетик Настоящий? А, который вот так по кругу? Нет, вот так вот Ты берешь его в руки и вот так вот делаешь, да? Пластмассовый такой Такие нет-нет, да на барахолке проскакивают А, мне кажется, мы даже разок покупали Ты говорил тогда уже Ага В одной хавире повезло блатному Ваньке Удачно он провородил скачок Он снял пивную в самом центре Молдаванки Туда сходился весь блатной народ Азухин, вей, на жмеринку поедет Марат, посмотри А кощень, кощень Гибель, чемодан Давай еще полокорочка Ой, Марат, ну давайте уже целый Ну шо вы в самом деле? Шо мы будем делать с той половиной? Да у него же будет не по рецепту Съедим Короче, я вот этот микрофон оставляю А с этого делаю то, что ты любишь Все Ребят, смотрите Самое ценное в пекинской капусте Это зеленая часть Но я сегодня в основном взял именно Белую вот эту Ага Чтобы она хрустела, хрустела во рту Но зелененькой тоже немножко добавлю Так ясно, что тут не ясно Ты шо, курочку нарезал? Аж загляденье прямо Ёлки-ди-палки Так если добавить горошкой Мейна-сунинг, там будет Так это будет получается оливье Собственно Ты знаешь, она В вареном виде База многих салатов А у нас сегодня Копченник Сказка какая-то Шикардос Этот ваш керамический мусат Прямо как медь джедая Идет? Я твой сын Ты еще катаму принеси сюда Люк, я твой сын И засунь куда-нибудь штанину Мурат, что мне делать? Ты шо делаешь? Я очищаю Имбирь? Буквально Четверть чайной ложечки Это натертого имбиря Так я давай займусь тогда Матье А че же вы мне не сказали? Вам селедочницу сразу же взять Сережа, подожди селедкой На селедке время дойдет Ну я могу ее хоть выложить Только не на доску Чтоб тебе потом не мешало Возьми с ними с яблочками Ты шо не видел, что нам Серега подарил? Ха-ха-ха Это в дом Спасибо, Серега Так, и вот эта замечательная терка Уезжает прямо в Луцк О, еще и картошка с привоза осталась Ну я думаю, что у вас там картошка есть Так шо Оксаночка Феодосина Штолин Марату положили в рюкзак Да, да, да Штолин положили Доедет куда надо Люди взяли один А, да, это же такая история Взяли на Рождество Ага Потом подумали Надо же развернуть Вдруг там не Штолин Такой Подумали Развернули Попробовали Не смогли остановиться И заказали второй Пишут нам в инстаграм Ребята такие, извините Короче, под елку не дошел Да, и заказали второй Потому что на самом деле вкусно Ручная работа Ладно Селедочка пусть полежит Говори мне, что делать Честь яблоки С удовольствием Этим маленьким немецким ножом Специально для овощей Ага Сколько надо шок Я думаю, две хватит Ну, пока ты думаешь Я быстренько переверну картошку Ты шо, мне с такими перчатками Даже щипцы не надо Что ты видишь, ребята? Вот тот салат, который мы сейчас делаем Из яблок Пекинской капусты Курочки И будет синкретный ингредиент Вот такое Примерно все равных частей Вот сколько я нарезал курицы, Серега Столько я примерно нарезал Белые и зеленые части Пекинской капусты И столько же будет яблок Все в равных частях Тут все просто И на вот это вот количество Вот четверть ложечки имбиря Будет Этого вполне достаточно С имбирем не перебарщивать Великолепно, смотри На шо перчатки способны Ой Катя Это не ой Это из-под них пар идет Ты бачишь? Да что ты делаешь? Он же сказал Серега, проверь обязательно В них можно угли носить Прямо вот так вот берешь И маме твоей несешь Катюшку не забывай крутить Марат, я только шо перевернул Он же для этого напялил перчатки Хороший мальчик Ты шо? А че ты яблоки не помыл? Что, Катюша? Чего яблоки не помыл? Потому что я их чищу Я бы помыла сначала А потом бы очистила Нас кто-то подсиживает, Марат Насмотрелась девочка Нахваталась Это все равно, чтобы банан помыть Перед тем, как его очистить Моя мама моет Молодец Бананы? Хорошая девочка Мамочки, мы вас очень любим Так, раз И сейчас будет два Я пиво пить любить И нюхать буду Пиво я же не выпил Ёшкин ты кот Налил Катя Рекламная пивная пауза Эх ты, дрофа Он вас хоть угощал, Марат Я тебе уже говорил Марат, вот тебе доливай, родненьки Хочешь я тебе в рюмку долью Там слишком большая рюмка Я что хотел сказать Я же не просто эту коробку достал Сейчас Новый год Все сотрудники хотят поздравить своего босса Ребята, безвыигрышный вариант Считайте, что как это 31-го поздравили 1-го числа у вас повышение зарплаты Рост в должности Вернется жена Дети образумятся Все будет нормально Откуда вернется жена, Сережа? А я не знаю, куда она ушла Ну погуляла и хватит Возвращайся Пиво на базе, ёлки Вот этот подарочный вариант Это просто Ты победишь любого Главное, чтобы не ушла жена Ты победишь любого Не, ну что она все испоганит Я не представляю, что там напишут Что она все испоганит Марат, давай, твоя здоровья, родненьки Давай Я пока тут полежу Так сыграли сразу, что там на гормошке Пивная рюмка, ребят Ёлки-то-палки Ой, потом он кашляет, кашляет Говорит, у него горло Сережа Ты что? Вернись на место Я сказал, что пивная рекламная пауза Это же счастье Счастье вдруг Эх Постучала в двери Неужели ты ко мне Верю или не верю Падал снег Плыл рассвет Осень Поросила Да Сколько лет, сколько зим Где тебя носило Вдруг как в сказке Скрипнула дверь Сережа, у нас соседи есть А теперь Сколько лет Я спорил с тобой Рядом с такими двумя парнями Ты боишься соседей После этой встречи с тобой Мерз я где-то Плыл за моря Если что, там вот нет никого Дом продается Если что, там вот нет никого Дом продается А за один раз живет Замечательная Уважаемая Великолепная Милая мадам Тетя Любочка Огромный вам привет Целую Не напрасно было Ой, Марат Сейчас тебе напишут, что ты напился, Сережка Нет Еще нет Кать Смотри Индикатор Любого Шаолиня Ну-ну Позаиста Хопача Нет, ты вниз носочек опустишь Вот и встал И коленку отключ О А теперь представь А теперь представь Да ты меня взяла Так уж и разбалансировала Ну конечно Марат, иди отвлеки ее Это не масло отцепленое Там есть нормальная сливочная Нет, мне сначала это Я тебя понял Я только что экзамены сдавал Да Не сдал, Марат Не сдал Сдал Да, два яблочика хватит Конечно же Все, салат готов Слышишь, вот маленький малыш Вот маленький малыш Тоже у Сереги купленный Вроде бы ничего особенного Но незаменимая вещь на кухне Маленький немецкий Жмейхер-смейхер Короче, держи Слышишь? А где главный ингредиент Королева нашего сегодняшнего салата И то, из-за чего вообще начался наш день И мы сходили на привоз Брусника, ешкин кот Не забыли? Она в морозилке Она должна быть все мороженое А, ты ее уже организовал? Молоча Просто-то ты шо? Ой, шо-то тут опять стало мало Потому что шо? Всего остального много Боже мой, боже мой Уберу О, Катенька Ты нас, любовь моя, балуешь? Шо за дела? А где ты такое взяла? Умай Май ванны? Угу Я помню Великолепно Марат Смотри, не посрамись И сделай салат так, чтобы он Это винтажное, правильно? Конечно Наверное, по-любому Немцы Что там на жопе написано? О, научился Данкишон Данкишон, битышон Точно немецкая Вырегут какой-то Так, все хорошо Ну, мне Ой, яблоко не обманули Сладкое Мед Марат, так кто тебя, когда она привозит Ты шо, успокойся О, спасибо Это же не про то место легенды ходит Ёлки-палки Кать, хватит костями там тарабанить Я могу что-нибудь поделать Или мне надо залипать Картошку переворачивай Ты можешь поделать Включить сковородку Марат, да легко Эх ты, стемнело Так и пора, смотри Ха-ха-ха Катюня, тебе видно было? На тебе еще разочек Чарльбройл Так и добрый вечер Как там по-английски будет, правильно? Гудивнинг О, вот то, что она сказала Доброго вечера Мы из Украины Ой-ой-ой А шо это за газ красивейший? Марат, масло надо будет или... Каплю Капленого? Марат, он не умеет каплю Каплю, буквально Да, ты понял Да, так тут его немного И ложечку капленого Договорились Смотри, Катюша Сереж, каплю Каплю Ох, какой молодец Да хватит на меня клеветать Нет, ты любишь много масла? Катя, мы этот лук Поставим в сито стекать Чтоб там не осталось масла Так что ты не переживаешь Где-то делал деревянную ложку Я ее здесь видел Здравствуйте Пропел Я говорю вам, здравствуйте Вот она Моя рука уже именно с криками Брюс-ли Летела уже к твоим нежным губам Да Моя рука? Моя рука, да Но ты вовремя одумалась И сказала вкусный Катя, свиной шашлык Приготовлен в казане На нежнейшем сале Что потом... Без добавления капли масла Вообще, да Что потом стало смальцем Какой же он может быть? Нежный, вкусный Хлеб макнул Лук замечательный Ой Вчера ела даже Как это? Ну мне немножко стало стыдно за нее Чуть больше положенной нормы Да А сегодня она говорит Ты спросил Светке Во сколько она вчера же Тоже чуть больше положенной нормы Ой Что ты из себя лепишь Горбатого Елки-палки Нормальный человек Стоит, но как возьмет В руки фильмоскоп Все Гайки, считай, пропала Что делать, Марат? Лучок добавляй Добавляй лучок И мы можем собирать первый салат Прекрасно Весь стучок? Весь стучок Где-то полторы луковицы, ребят, я взял На 800 грамм печен Такой сливочный аромат пошел Я хочу сказать людям Лук надо поджарить Прямо хорошо поджарить Когда вы уже наговоритесь, мои вы хорошие Все? Да Раскидали слова куда хотели? Так я хочу сказать тем людям, которые Вот как я Мечтают себе Барбекю-зона Построить себе Печку Утопить туда пару тонн кирпичей Ребята, оно вам не надо Вот тебе Маленькое Мобильное счастье Это тебе и гриль И все остальное А в нашем случае Пленку натянул и никаких проблем Пленка? Да А то другое А то у тебя на глазах, когда ты просыпаешься А это называется чехол Одел его Ты шо? И счастье Ёшкин ты кот Ага Не, ну Марат, мне кажется, что он сегодня, как это, просто получает удовольствие от того, что он их одевает и снимает Одевает и снимает Как хорошо, что ты захотела селедочку с картошной Хоть поиграл, мальчик, да? Вдоволь Играй, Любчик, играй У нас печка есть? Да Так я теперь ее чистить не буду Чего? Вот когда вот, как это, ты на косерно смотришься? Угу Я просто эти живые угли буду выносить на руках, короче, и удобрять наш огород Поняла? Договорились Все Спасибо перчаткам Такой просто шедевр Тоже, кстати, хороший подарок на Новый год А я же уже говорил, вы с лагами неоднократные Если вы не видели, вот в моем инстаграм, посмотрите И вам такие по-любому надо Даже если не вам, то как это? Главное, чтобы хватило Своему подарите А я когда еще говорил, пару недель тому назад Так что, ребята, а, может получиться, как с тем медом Угу Я пока говорил, у Натальи уже и мед закончился А потому что хорошего много не бывает Шикардос? Ну так стой, я тебе песню спою Да Я вам хочу сказать, что я ничей Не прячьте от меня своих очей Они у вас настолько хороши Что проникают вглубь моей души А я же тебя люблю Ах, если б знать, как вас еще зовут Так я б уже растаял прямо тут Широкие штаны, рубашку и кашкет Я на привозе взял за пол цены Эх, мой папа был хорош Я и так пою, елки-палки И в душе, и в ванной, и на сухую Ну шо ты, как это? Ну пиво это все-таки красиво И даже когда спит, поет Что ты говоришь сегодня мне снилось? Мой, что-то снилось непонятно что-то Ну и слава богу Да, это точно Дурное спит, дурное снится Так что все нормально Марат, тебе надо, чтобы оно было красиво Ну вот смотри Просто уходим в минималку Ай-яй-яй, подожди Аж загасил тебя Хлобы свернули Все, в отрицание вот туда его делаешь до упора И все, и шикардос Так в минималку и в отрицание Кать, мне не нравится твое дурное настроение А ты мне просто пиво не предлагаешь Кстати, а чего? А потому что мне еще Марата везти Не хотите собрать салатик? Хотим Кого? Салатик собрать Мы хотим собрать салатик Я не могу восстановиться от этого керамического Замечательного, великолепного Как ты говоришь, штуль? Да Многие его знают как мусат Но это просто штука Да, керамика чистая вообще Вот есть легенькое сопротивление Да ты шо? Кстати, Марат Я давно не точил ножи Тоже хороший подарок, да? Блин, я вчера хотел... Ребята, есть такая точилка Что многие знают, что у меня есть Так я многим еще и покажу А, ладно Пока лук жарится, я вернусь Ой, Серега Да я же не в Одессу Она у меня где? Дома в надежном месте? Да, ты же спрятал под замок Сказал не дотрагиваться Миланюшка, привет Моя принцесса Так, а ты не помнишь где? А, вот она Обалдеть Воркшар Фу Миланька Ты когда подрастешь Иди, я тебя поцелую Ой Я нормальный Передай привет Маме привет Привет Дай шумку Все, беги к Светочке А я пойду людям покажу подарок на Новый год. Вот красуль, да? Пошла, 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 пошла. Пошла Свету целовать? Да. Пока-пока! Вот красоту все. Короче. А ты видел, Сережка? Я тебе пингвинов приклеила. Куда? Ага, Марат, она уже наряжается и готовится. Катя. А вы знали то, что вы не знали? Так я вам скажу, что Новый год встречаем у нас. Правильно? Да легко. Да. Короче, вот такая вот вещь даже не буду распаковывать. Блин, вижу в комментариях. Ну, разве так делают? И у меня такая же. Ты шо? У Марата давно еще с Израиля привез. Вот эта маленькая штука. Да шо я буду говорить, я лучше покажу. Тоже, кстати, хороший подарок. Так я ж за него и начал. Сейчас же будет сезон подарков. Только мы женских подарков не показали. В следующий раз я пойду. Со светлой на барахолку, там и покажете. Правильно. Вот эта маленькая штука, настолько универсальная, точит ножи, топоры, ножи любые. Европейские, ножницы, японские, американские, что угодно. Угол меняется. Кому интересно, в описании под видео оставлю WorldSharp. И вот этот керамический, замечательный штуль идет в подарок. Хотя он денег таки стоит. Угу. Просто прелесть. Да, это одной фирмы? Это все одно и то же. Ты шо, Катюша, ты шо не видишь? WorldSharp. Давай салат собирать. Давай салат собирать. Марат. Все, Марат. Не, я его далеко убирать не буду, потому что я... Ты моя хорошая. Почти забыл. Эх ты. Ах я. Да, хотел топор поточить, но я же его еще не затупил. Да, Марат, это я же вам говорю, такое впечатление, что он сегодня как это, поиграться вышел. Катенька, да я просто радуюсь вещами и хочу, чтобы люди с тобой тоже радовались, елки-палки. А, о, запчасти. Ленточки полезные. Все сюда, как достану все ножи. А мне он говорит, игрушки елочные больше не покупай. Ну да. Достаточно. Марат, если сравнить количество твоих игрушек и его топоров... Ой, Марат, ну это я еще поспорю. Послушай меня. Вот я сейчас скажу, ты сразу скажешь, так я извиняюсь. Сейчас год какой идет? Будет год дракона. Зеленого. Еще раз спрашиваю, какой год? Год дракона. Я не ослышался? Год дракона, да. Не драконши. Дракона, елки-палки. Поэтому тут все для нас, все игрушки для нас. Ребята-мужики крепкого здоровья. Ай-яй-яй. Ты шо, блин, елки-палки. Драконши. А когда будет драконши, я тебе слова не скажу. Марат, правильно я говорил? Да. Слава Богу. По-ме-ло. Пу. Маратик, пока ты аду цибулью дожариваешь, я другой цибульке устраиваю стриптиз. Боже мой, шо за блеск невероятный, просто неестественный. Ай, природа у нас молодец. Такое создаёт. На слайсере тоненько. На слайсере бахнем? Да. Как вот тут раз? Конечно, слышишь, он же у нас есть. Шо, у тебя там лук дожарил? Сам скажи, какой он должен быть. Ребята, вот, Катенька, покажи. На маленьком огне. Не спешите. Не надо включать сильный огонь. И прям вот на маленьком огне я его протомил и довел до такого полужаренного состояния. Ещё полминутки, и я его выключил. Он и тушёный, и золотистый одновременно. Да, и поджаренный. Мы его сейчас выложим в ситечко и дадим стечь с лишним маслом. Какие вы молодцы. Это нагна для Катенька. Слышь, давай, я пока за нашу тёрку не сходил, я возьму. А где? А вот. Оксаночки, Феодосевной. Тёрочку. Слушай, ну, Серёга, конечно, молодец. И фантазёр, и просто вот то, что он говорил, какую он кромку создал. Ну, голова. Голова, руки какие золотые, Серёга. Ты большой молодец. Вот так вот, просто вот. Всё, ребят, я его выключил. Хорошо, выключай. А я тебе сейчас этот лучок подготовлю, да? Слышишь, мы сегодня на Кире, конечно. Ёшкин ты кот. И ещё один. Ага, хорошие, удобные ножи. Это для всего, и для овощей особенно. Идёт. Марат, ну что, это несчастье? Это большое счастье. Ты посмотри. Да. Я хочу вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. У меня теперь тоже такая есть. Можем в музею отправить, ты посмотри, какая красивая. Шедевр просто, ёлки-ты палки. Ну, такого среза не бывает даже, я не знаю. У слайсера. У слайсера. На каждом... Оксаночка Феодосина и все эти люди, которые захотят такую тёрку, аккуратно берегите ваши пальчики. Я просто почитал комментарии, что люди там говорят, что... Ну да, такие вещи опасные, но если ты делаешь то, что ты делаешь и делаешь это правильно, то чего тебе переживать? А ещё есть момент. Ой, хватит, хватит. Как делает Серёга? Он просто вилку сюда загоняет под шляпу, понял? У меня специальные такие штучки пластмассовые. И вилочкой вот так вот делает. Ты посмотри, что это за блескать. Боже мой. Ты что, такую цебулю Марат ещё никто никогда по телевизору не показывал? Ну, я имею в виду на весь телевизор. Обалдеть! Что индийское кино можно пускать в трёх сериях? Так, в кинотеатрах. Чиполлино. Полюбовалась, Катюша? И хватит. Так, это вот сюда. В коллекцию. А это я быстренько сполоснул. Боже мой, ну что это такое? Эх ты. Ты посмотри, сколько создать цебули получается. Ага. Ага, вот тебе и ага. Но вы будете уже собирать салат? Да будем ты, неспокойная ты женщина. Наливай пирка. Серёжа. А что ты делаешь? А, тебе надо от масла отжать через друшляк? Катя, ты можешь пока сделать паузу, здесь чисто мужские разговоры. Ага. Мы отжимаем. Да, я говорю, выключи. Пожалуйста. Но есть, да-то широкая душа. Да, последний капец. Вот сюда, Маратик, вот тебе, да, свободное место. Как если я сделаю? А ты хочешь что с ним сделать? А чтоб капало, чтоб оно... Да пусть капает. Марат, это плохо, когда капает. Катенька, смотря что. Что вы, на пиво пришли? Мы пришли, да. Дощечку сполосну. У нас звелась песня, поэтому мы сначала выпьем. А я слабо знаю? Не знаю. Я еще не придумал. Мне не обязательно, я просто... Отпаска для Кати. Твое здоровье. Катюня, за тебя, родная. Да-да. За тебя можно? Серёжа, главное, чтобы тебе язык не заплетался. Ты, походу, пью я, а заплетается у тебя. Да что ты, как это, ёлки-палки. Что ты пар выпускаешь? Там тебе кто-то написал, все килограммы вернутся. К тебе будешь много пива пить. Ребята, не дождетесь. Не дождетесь. Да потому что от этого пива не возвращаются. Вот, все, ёлки-палки. Чисто именно... У меня личный эксперимент. Ну, вернуться, не вернуться. Куда? В себя. Да, она про килограммы. Кать. Рекламная пауза. Какая-то серьёзная она. А мы её салатом не покормили, даже из её тарелки. Что, переведём? Ты гнём? Посмотри, есть приколка? Ага. Ты что, как Ванесса Мэй прямо? Ой, мне нравится она. Вадик приводил его из Рага. Класс. Красивая? Ванесса Мэй, да, неоднократно. Нет, скрипка у неё красивая. Она ездит с мамой, а мама ездит с собачкой. Серьёзно? Ты что? Вот так они втроём ездят? Да, причём её надо забирать там откуда-то с Австралии, а маму с собачкой с Лондона там, короче. Марат. Почти. Ну, хочу тебе сказать, что уже... Да, нам надо, чтобы внутренность была мягкая. Рыхлая? Тогда ещё... Всё, тогда ещё немножечко. Подожди. Всё, буквально ещё один перевёртыш и хватит. Вот вещь хорошая. Это надо комфорка нам? Уже нет. Так и что? Так я сейчас туда... Мы соберём уже первый салат, пожалуйста. Да, Марат. Я же не против собирать. Вы уже минут сорок его собираете. Что хотите, то и делать. Я сейчас планчу эту и верну. Ребята, вот это вот сало, что в бумаге у меня завёрнуто, что там лежит, то, что мы купили у Тани на привозе, там, где много-много-много-много-много, не забываем. Он будет колбасло делать. Масло колбасло. Я тебе ещё не говорил? Что я хочу делать? Короче, у меня есть лежит колбаса, сало я хорошее купил. Я из этого сала на слайсере сделаю бекон, а потом загоню в блендер со сливочным маслом. А-а-а. Понял? Хрустящий бекон, замечательная, вкусная колбаска. Хрустящий должен быть. Хрустящий именно будет такой, что... Тэш планча, ёлки-палки. Это что, кусок чугуняки? Салат собирать будем? Да. Именно вот сюда, рождённый под эту комфорку. У тебя телефон звонит. Не этот, Серёж. Вот тот. Не понял. Чего? Бабка Тя звонит. А, виброзвонок? Алё, да, Бабка Тя. Не-не, ещё не в купальнике, не этот. Ой, не в пижаме, ещё не сплю. Да-га-га, готовим. Хотели мы по-быстренькому, а у нас пиво просто, там, селёдка. Да всё будет нормально, да. Так что не переживайте. Лягу вовремя. Вот, заботливая, как мама, ёлки-палки. Ты шо? Ай-яй-яй. Фух, слава богу, таки дошёл до этого. Да? Это вот сюда. Это вот сюда. В этой миске, где у нас порезана курица. Тут и будем собирать. Давай, добавляй, я буду мешать, слушать. Вот ты, вот ты добавляй. Я показываю. Хорошо, пикиночку? Пекинская капуста. Примерно столько же, сколько и курочки у нас. Всё, вот так вот я возьму красивенько её и высыпаю. Марат, я уже это представляю сочетание. Хрустящая капусточка. Вкусная, нежная, ароматная курочка. Лук-пиро. Сюда? Яблочко. Потом джинджер. Джинджер можешь уже добавить. Да? Чпунь. Имбирь, ребят. Вот такое количество достаточно. Ни много, ни мало. А огурчик солёный вы не порезали? Это не туда. О, порубачьте. Не торопи события. Картошкой так запахло? Печёный, а? Как в детстве с костра. Настоящая такая. Мешать пока мне ещё рано. Можешь немножко мешать. Майонез же уже надо, но попозже. Ну, может. Или тоже сейчас? Уже можно. Давай мы полусу нарядим его на сухую. А потом я как брызну и перемешаю. Давай. Нет, сначала перемешаешь на сухую. О! Вот это тоже можно. Как салат называется, Мара? С удовольствием. Чёрт его знает. Копчёное яблоко. По-пекински. Очень миленько, ребят. Зелёный лучок сюда. Очень миленько. Снимай с ножа. Хопача. А я пошёл. С лужей. Так это Цезарь по-еврейски. Там хлебует? Нет. Какой цезарь? Ну да. Куда вы, Марат? Я уже секретно. Свету поцеловать. А, этот очень секретный инвент. Катюня, иди за. Засыщемся. Иди. Ну давай. Вправо. Хуй, ёлки палки. А вкусная какая. Вот что-то от цебуля, которую я резал. Всё, заправь майонезликом. А лук? Только немного. Лук уже там. Нет, красный не туда. Жареный. Нет, тоже не туда. Успокойся ты, ёлки палки. А, ёлки палки. Это же ещё не по селёдку. Так а что, селёдка? Пару ложечек. Пару ложечек. Серёжа. Ну, ты же не один здесь. Катя, ты же не один здесь. Какие чувства? У меня ж тебя чувствуют. Тебя ж люди смотрят. Серёжа. Катя. Подтяни краешку. О, наконец-то случилось. Одна ложечка. Всё. А ему понравилось, Марат. Я, любовь моя, приведи тебя, могу даже звуки друща и издавать. Спасибо майонезу. Ой-ой-ой. Вот оно его сейчас обвяжет его полностью. А хруст какой в конце ложки приятный. Я думаю, я брал больше... Я тебя понял, услышал. Как будто такой твёрдые части. Это шедевр. Так, секретный ингредиент. Ещё чуть-чуть майонеза каплю. Сказал Марат. Всё. У тебя слова чуть-чуть вообще не это. Нет, Марат, нет. Я просто хотел, чтобы оно не пёрнуло, понимаешь? И выдавил его сразу. Марат! Майонез вкусный такой, что пипец. Просто обалдеть. Именно самый настоящий майонезный майонез. Скажи мне, а вот сюда аж просится ложечка дижонской. Не надо? Я думаю, что нет. Блин. Ну, прямо эти бубочки, они, конечно... Хорошо, хорошо, хорошо. Но есть зато широкая душа. А-а-а! Вот! Брусника лесная замороженная. Именно замороженная. Так надо кушать сейчас сразу же. Вот такая красота. Вот сейчас, когда она начнёт таять... Покажи на ладошке, что она настоящая. Ой-ёй-ёй! Что с жемчуг? А ну давай. Ещё, ещё госточку. Давай. Только мешай теперь аккуратненько. Пока она замороженная, Марат, я могу не аккуратненько. А сейчас, когда она что-то уже аккуратненько растворяться... Она очень быстро. Она очень быстро. Она же нежность сплошная. Салат начнёт превращаться в розовый, когда она начнёт таять. Буквально через пять минут выложим всё в салатницу эту. Так это что, винегрет без буряка получается? Салат готов? Салат готов. А-а-а! Вот как оно всё! Ребята, мы его не солили, потому что курочка у нас солёная. Если кому-то маловато, можно добавить соли. Но я бы не стал. А ну вам не надо возьмите огурец всегда рядышком, ёлки-палки. Слышь, как оно... Да, все практически... По посуде заленчит. Все ингредиенты, кроме курицы, здесь такие твёрденькие у нас получились. Шикардос какой-то, Марат. Сейчас мы его всё украсим, малеха. Обязательно. Сделай красивую формочку. Хотя, я думаю, украшать это не обязательно, но это не про тебя, потому что ты, естественно, свои блюда украшаешь любовью. Ну вот так вот, сверху прям чуть-чуть. Да? Так я даже шпаклевать не буду. Не надо. Это просто very good какой-то. Пробовать будем сейчас или оставим на конец? Через три минутки можно пробовать. Чуть-чуть должна растаять брусничка. Ага, чтоб зубы не поцарапать. Ой-ой-ой, Катюша! А многие издалека подумают, что это чёрная икра и скажут, ничего себе, как вы нас любите. Так мы к вам в гости будем ходить всё время. А может даже не уйдём. Так и не уходить. Как вот тут Винни-Пух. Ребята, огурчик вот такой полосочкой. Я думаю, этот салат знают все, потому что он очень древний. А я знаю ещё такой салат с сердцем. Видимо, да, есть разные интерпретации. Я очень люблю с печёнкой, но я вообще печёночный человек. А печёночка тоже полосками? Чуть помельче, да. Вот так, и наполовину, да? Да. И этот салат, ну я не знаю, наверное, может узнать каждый, но я его так люблю, так люблю, что я решил вам показать, вдруг кто-то не знает. Это с шестидесятых годов, по-моему, салат. Ёшкин кот, винтажный? Ага. Так мы не в той посуде, получается, салат собрали? Ничего. Всё нормально. Да я шуткую, это же, это посуда ещё древнее. Марат, прямо все 800 грамм надо будет, да, нам пригодятся? Ну а что мы будем уже салатить? Конечно. Хорошо. 886, дабы быть точнее. Он зачистил, и там получилось ровно 800, у него на руках именно ещё та гиря. Так, я пока, мы стоим, подмариную лук, можно? Сахарочка вот так вот, чисто на глаз. Уксуса ровно столько же, ну я имею в виду на глаз. Хватит. За солью или бежать надо, или у меня где-то. Хватит. Есть. Я немного, потому что будут огурцы, правильно? Да. Всё, это так, что чисто. А этот лук не пойдёт совсем чуть-чуть для украшения. Лук пойдёт совсем вот. На картошечку сидит. Слушай, какая мелкая волосня, ты посмотри. Из этого лука, Марат, можно персидские ковры ткать. Ты посмотри. Или серьги Кате сделать. Куда, в нос вот эти вот? Нет, на уши. Или лапши на голову навешать. Я думаю, да, как лапша. Ребята, это пол цибулины. Посмотрите, как придаёт объём. Серёжа, режь печёночку, пожалуйста. Я думал, ты сейчас скажешь, Серёжа, на привозе, на жевник. Золотой человек. Ладно. Это само собой разумеюще. Ты подумала, а я скажу. Во-первых, холодно, во-вторых, голодно. Кому холодно? Мне холодно. Да ладно, конечно. Ну, конечно, а что же вы думали? Мне холодно? А что ты плохо оделась? Ну, вроде хорошо, но всё равно холодно. Не, а многие таки думают, что помимо того, что она некрасивая, так она ещё и плохо одевается. Не, а на улице не холодно. Ну, как, ноль градусов, безветренно, шикарная погода. Великолепная, я бы сказал. Конечно, стоите там в тёплой жилеточке, в помещении, где не витринке. А я, между прочим, на улице стою. Зажал для жены жилетку, что ли? Это я ему купила. И вам тоже. Я понимаю. Получается, что я зажала, Марат. Это она сама себе зажала, ёлки-палки. Катюня, не жадничай, живи на полную, ёлки-палки. Ты шо? Ай-яй-яй. Марат, мне кажется, что уже очень даже хорошо, ярко выражено пахнет картошечкой. Да, я тоже чувствую. Дайте Милане кусочек печёночки. Да, пожалуйста, Катенька. Сейчас я только разрежу, чтобы не сырая была. Так, Марат, ты же 6,5 минут её варил. Прекрасно. Миланька! А ну иди, дай, ребёнку будет. Ты зайди туда. Ребята! Катюня, заходи, дует, давай бегом. Миланюшка, Светочка, передай привет на весь интернет. Привет! Здорово! Иди сюда. Печёнку будешь? А шо ты всё, корм кошачий, да корм кошачий. Давай я подержу. А ну-ка, попробуй. Вкусно? И ушла. Миланюшка, иди, попробуй печёнку. Извини, я её пробую. И шо? Ай, звезда, вкусно? Вкусно? Дай папе ням. Паху. Не-не, пусть кушай это. Сама будешь кушать. А ну. Угостишь? Давай. Ммм. 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 Ой, как вкусно. И Свету угости тоже. Угости. У меня тоже. Пошла. Всем вкусно. Хорошо, что ты мне всё запихиваешь. Куриная настоящая. Ммм. Мама пусть снимает. Понял? Корм кошачий. А тебе корм кошачий? Погнали, у нас салат. Остывает. Вкусно? И звезда моя. Вкусно, очень вкусно. Она любит, кстати. Да. Вкусно? Даже танцы танцуют. Как у неё Марат ждёт. Вкусно? Вот печёнку сварил вот просто правильно, понимаешь? Чуть-чуть, ещё минуту больше, и она бы уже не была такой... Не тот компот? Не такой мягкой была бы, да. Ага. Если переваривать, она начинает твердеть. Пережаривать она начинает твердеть. Ну да, уходит в обратное состояние. Та ты шо, всё будет татышо. Всё будет татышо, я это знаю. Ой, загуляю. Марат, говоришь, шо её надо раскрыть? Просто раскрыть и ещё запечь. Только старайся не прорезать её. Я этим марлю. Картошку? Да. Извини. Не прорезай. Первый блинкомом. Хорошо. Марат, она готова так, что ты не понимаешь, как... Не надо раскрывать её. Всё, 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 родненький, всё, ну его в баню. Блин, я с ним разговариваю, он меня не слышит вообще. Да я для людей стараюсь, чтобы ловить на ёлки-палки. Больше пива ему не наливать. Не наливать. И ты туда же? Да. Никакой дрофы. Слышишь? Слышишь? Успокойтесь. Серёж, ну ты открывай, ну мы уже все поняли, что ты умеешь. Катюня. Так. Ничего, делай то, что ты делала. Снимай, пожалуйста, видео и всё будет нормально, ёлки-палки. Как это? Как это? Ну да. Да её не надо, всё, она уже... Всё, всё, оставь её, выключи и закрой. Так не скажи, что вы как это это, ёлки-палки. Смотри, накинулись на меня. Вы же... Без тебя выпью. Ребёнку оставляю в печёночке. А вот я одну оставила достаточно. Это всё? Да, да. Шедевр, ёлки-палки. А это Миланюшки? Да нет, ей один хватит, вот я положила на сахар. Сколько же ей той печёнки надо? Ого. Сколько надо, столько надо. Жареный лук есть. Мисочку для собирания нового салата я сделал. Мы можем уже сюда печёнку вернуть? Конечно. Всё. А жареный лук? Тоже. Тоже? Катюня, налюбовалась? Угу. Вернись в семью. Так, лук жареный. Ляп. Ну вот почти ляп. Вот так вот. Печёночка. Ляп. Это вот есть. Это вот сюда. Огурчики. Печёночка пошла. Ребят, что касается пропорций на этот салат. Значит, у нас было 800 граммов в печёночке. Да, отталкиваемся от неё. Да. Примерно половина от неё, грамм 350-400 огурчика и столько же лука сырого, а потом обжаренного. Вы меня, надеюсь, поняли. Доступно объяснил. Конечно. Ты шо? Я потом видео два раза пересмотрю и тоже пойму. Что ты делаешь? Красавчик. А я вот сюда один зубчик чеснока натру. Для пикантности. Ого. Ё-мой, поломал мне тёрку? Ладно. Тёрки такие сейчас ставим. Я могу уже селезку достать. Да подожди, давай соберём салат. Возьми, знаешь, что мне сделать? Шо? Возьми немножко морковочки. Немножко. Чтобы они её коротенько, чтобы она была вот примерно вот такая, как у нас огурчик и как у нас печёночка. Немножко-то вот столько? Да, не больше. Ребят, можно без морковки. Это я вот сам сегодня буквально придумал. Потому что я этот салат ел прикуску с морковкой. И понял, что если мы её туда добавим, то будет ещё вкуснее. Кто не любит морковку корейскую, не добавляйте. Да таких нет среди наших подписчиков. Ты что, это же объедение. Вот, смотрите, буквально тут пол ложечки чайной чесночка получилось. А сейчас-то я могу уже селёдку или нет? Нет. Он же сказал, соберём салат, Серёж. Огурчики, сюда же? Сюда же. Печёночка. Та, что ты нарезал красиво, тоже сюда же. Да. Ох и полезный гемоглобиновый салат получится. Ёшкин, ты кот, ты ба. Яка прелесть. Где ложка-мешалка? Бачу. Единственное что. Что? Далеко у тебя перчик чёрный? Что ж, что ж, что ж. Туда зашёл и вышел. Зашёл и вышел. Я найду, да? Конечно. Стоит под котлом, возле котла. Большая такая коперечка. Заходишь направо, там их два размера есть. Возьми то, что тебе больше по душе. А вот тут Света есть, она мне сейчас подаст. Светочка, крутилку. 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 О, вот это нормально. Крутилку. Крутилку. Марат. Марат. Блин, ты видела, как приехала? А потому что она ребёнка охраняет. А, вот даёт. Ты мог бы ей позвонить по телефону? Открывайте в момент, когда она уже подойдёт. Я вам скажу, там не сквозит. Смотри. Взяла нар. Там на самом деле. Ну и шо, так она же ёлки-палки. Не сахарная? Права, права, права. Ладно. Если бы она не была права, я бы сейчас так на неё. Как можно? Не, ну ты мужик, конечно, ёлки-палки. Ты шо? Ну ты видел, какой она едет? Да. Так выхватил на лету прямо. Это мы такие женщины, Марат. Это должно быть горячим. Да, ну такое горячее, это же картошка, ёлки-палки. Ещё два дня. Два дня будет горячее. Перчи. По вкусу? Да, немножечко. Но он должен быть здесь, ребят, в этом салате. Всё. Обязательно. Майонезик, опять же. Ребят, кто против майонеза, в этот салат подойдёт и сметана прекрасно. Можно заменить сметаной. А сливка зачем тебе? Сливка как увидишь потом. О, Марат, Марат. Так, тоже на глаз пару ложек? А где та счастливая, красивая салатница, которую ты нам в прошлый раз давала? Ну сейчас принесу. Иди сама, Света сейчас меня убьёт. И шо, я таки шпаклюю? Шпаклюю, да. Так, смотри на консистенцию. Надо майонез ещё, не надо майонез ещё? Сейчас посмотрим. Ну, для связки, чисто для связки здесь. Больше, чем для вкуса здесь. Марат, ну ты большой молодец, потому что это самое, что не на есть новогодние салаты. Это ещё, ты понимаешь, почему я это люблю? Да, мужики меня поймут. Это прекрасный закусочный салат. А, я думал, что этот. Не только как салат вообще, он ещё и закусочный. Тут есть огурчик, тут есть печёночка, тут морковская корейка. Корейка. Морковская, да. Морковская корейка. Ну, я думаю, ещё по ложечке можешь добавить. А ты знаешь, что корейскую морковку придумали в Одессе? Корейцы, вы большие молодцы. Дай мне попробовать. Есть разные легенды. Я знаю, что в Корее такую морковку не делают. Правильно, потому что её придумали в Одессе. Её придумали не в Одессе. В Одессе. Её придумали корейцы, которые жили… Ребята корейцы, поддержите меня в комментариях. Я за вас болею, ёлки-палки. Ты что, мне… Зачем ты там замазываешь это? Да я хочу, чтобы тебе было красиво. Зачем, если нам в салатницу надо перекладывать? Тебя попробовать? Да, нет. Ну, куда ты этого… Тогда мне поржать, как зато раз, ёлки-палки. 500 раз поржал достаточно. Я думаю… Давай. Какая-то для меня это… Вправо. Вправо, чтобы меня было видно. Вот так вот. Я в кадре, ребята, всё нормально. Кать, у тебя дисбаланс с рукой, ёлки-палки. Бесподобно. Что, вкусно? Нормально. По перчику, по всему. Майонеза больше не надо. Марат, так вкусно, что уже хочется просто есть и… Всё. Ты понимаешь. Уже… Уже может Бог с ней с той картошечкой? Сделай красиво и прям сверху немножко… А ты же хотел, ты же не хотел. Вот сверху немножко лучком и по бокам вот этой капучи. Смотри, короче, вторая винтажная тарелка. Да. Я выляпываю, а ты там дальше украшаешь, правильно? Хорошо, работаем. Всё. Я начинаю? Мой ты хороший. Послушай, человек. Мне вообще кажется, что этот салатик должен выглядеть в виде какой-то башенки. Не пизанской, конечно, но… Серёженька, у тебя вот с видением, как должен выглядеть салатик… Катя, любая нормальная любящая женщина, особенно меня… Поддержит, да? Никогда, да, никогда… Ещё раз скажу слово «никогда». Вообще… 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 Никогда вот это вот не пойдёт против. А только скажет, какой же ты у меня молодец. Не, Серёженька, это не про меня, мой родной. Ты же знаешь, я где надо, поддержу. А где надо и посмеюсь. Там где, как это, дай Бог здоровья… Там где надо, держать не надо. Да, дай Бог мне здоровья… Не надо, у него не надо точно. Подожди. Дай Бог мне здоровья, я там сам себе подержу, ёлки-палки. Что ты как это… Я же хочу, чтобы было красиво. Я же всё-таки работал в ресторане и видел, как ребята исполняют. Ну, не подают так салаты. Катя… А… А мы подадим. Ты работал официантом? Нет, слава Богу, Бог миновал. Так вот он не гавка, ёлки-палки, блин, стоит себе там рассказывает. Я не умею, это не боялся. Ты знаешь, как выглядит Оливье восемьсот одиннадцатого года? Или двернадцатого? Да, там икринки сверху. Трындеть не буду, по-наполеоновски. Лучок зелёный. Хочу тебе… Ты мало положил. Ты послушай меня. Шальничает. Хочу тебе сказать, что даже Наполеон не знает, что есть такое Оливье, ёлки-палки. Да, а у нас в Одессе такие его придумали. Маратик? Да. Ну пусть это будет красиво. Ну пусть это будет, да. Это Серёжина творческая студия сегодня. О, Марат, у него с этим творческим студием… Да. Прекрасно всё у него. Вот, смотри, она опять туда же, ёлки-палки. Ну это не твоё. Милые дамы. Ну кому-то дано рисовать, кому-то петь. Почему? Он делает очень красиво. Кому-то украшает раскладывать салаты. Что ты там как этот… Милые дамы. Милые дамы, поддержите меня в комментариях, пожалуйста. Поддержите его, пожалуйста. Ну что ты… Какая стерва ему досталась? Посочувствуйте ему. О, да. Блин, ты что? Я найду этот комментарий шикарный и закреплю его. Там у тебя найдутся благожелательницы. Ага. Угу. Я вам тоже шлю поцелуй. Поцелуй. Марат. А вы уж придумали, Марат, вообще что-то… Ты не забыл, что у меня есть, народненький, тебе. Пинцет. Держи, мой хороший. Да никогда не поздно, слушай. Мы так до утра будем украшать с вами, с вашими пинцетами. Дай мне немножко тоже поваять. А ты бери вторую горочку делай, в мисочке в той железненькой. Хватит, Сережа, это уже поваяние, это уже наляпывание. Слышишь? Ну что ты как-то это… Что-нибудь зелененькое. Я уже устал пить сам, елки-палки. Что у вас за коалиция такая? Что-нибудь зелененькое. Да вот так вот, ты шо, он же хороший. Ой, ну Марат, ну и вы туда же, в середину. Красавчик, давай, елки-палки, ты шо? Что это? А сюда икру красную. Это ледяное или шо это? Нет, это что-то синее в ледяном. Другой возьмите листочек. А шо это? Не бумага? Что-то полезное. Давай другой. Мыть просто надо перед тем, как салат заряжать. Я мыл его, елки-палки, ты шо? Плохо, значит, мыл. Давай. Охереть, ой. Пока-пока-покачивая перьями на шляпе, в салате очень даже тут латук. Я думала... Дурака валяем, на самом деле этот салат очень вкусный. Ингредиенты. А красивый какой? Вареная печенка, соленый огурец, необязательная корейская морковка. И что еще здесь? Хорошее настроение. Хорошее настроение. Слушайте, я вообще вас не слышу. Меня больше интересует вопрос, когда же мы достанем нашу селедку? Нет, это мне не мешало. Просто скажи, тут вы закончили? Да. Слава тебе Богу! Слушайте, у меня такое впечатление, что у нас генеральная репетиция перед Новым годом. Посмотрите, у нас уже три блюда. Катя. Я не для нас. Мы не для... Не для мы. Мы для тудой. Мы для людей. Мы не для нас, мы не для мы, мы для тудой, мы для людей. Наш раз. Я же сказал. Слушай, ну мне надоело уже, елки-палки. Меняем. У тебя такие красивые усы. Блин. 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 Давидка, вылежай. Сейчас опять. Ты шо? Шлендра, елки-палки. Давидка, улетай. Он должен заехать перед тем, как улетишь. Тьфу. Все? Тьфу. Давай, режь. Ага. Селедочку. Комментариям начиталась. Ай, звезда. Ай, звезда. Мне нужно. Марат, Джан. Смотри. Марат, я не могу ее удержать. Прям сотри. Сотри. Да не пачкай стол. Ты балда. Она живая. Нам вся не нужна. Как это, Марат? Как вся не нужна? Ну, просто как селедку, да. А в блюдо она не нужна. Какое блюдо? Ешкин. Я думала, селедка будет в блюде, Катя. Миланя, извини, у них еще один рецепт. Ну, ради тебя все готовилось. Ага. Таки да. Шо это за нежность? Шо это за нежность? Ты посмотри. Прям бесподобие какое-то. Шкуру чистить. Марат, их две хватит? Я думаю, да. А картошек сколько? Все. Ну, как все? Ну, как есть, только все. Катенька, тут твое полезное, ты будешь? Ну, если бы ты мне налил бокальчик пива темного моего. Да я могу с удовольствием. Даже двушка твоя, елки-палки. Я понимаю, что моя. Милк стал. Ладно, давай вот так вот. Просто мне. Как? Засунь туда. Чтоб тебе было приятно. Ага. Посмотри на него, да? Вот так вот. Посмотри. Смотрите, что я делаю. Рядышком. Что ты делаешь? Прием. Запеченная картошка. Подожди, да, я присуну. Она же страдает. Чего я страдаю? Нежность. Вкусно. И мы отсюда достаем часть картошечки. Вот этой печеной. Вот так вот просто выколупываешь? Вот прям. А зачем тебе шкурка? Это же лодочка. Ты что? А-а-а. 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 Теперь я понял. Подождите, нам каждому будет по такой половинке? Обязательно. Прям не тонко, но вот так. Это тоже праздничное блюдо, считается? Это та же картошка с селедкой, просто будет немножко украшена, как будет такое праздничное блюдо. Так же, как салат украшено. Примерно так же. И перо будет торчать? А я именно под шкурку сейчас залезу. Марат, надо было вначале еще нашего творческого процесса дать ему эти селедки, чтобы он стоял чистил. Зря вы ему отказывались. Я же вам сказал, конечно же. Он сейчас почистит, он профессионал, за три минуты. Я же с селедкой на ты, на вы, на мы, елки-палки. Ну, селедочку ты понял, надо будет филе разрезать вот так же, как я нарезал огурчики. Так, это вот я возьму себе. Сейчас сделаем все в лучшем виде. А ну-ка. Пока Давид не уехал, да. Картошечка запеклась, ребят. Посмотрите, какая у нас прекрасная корочка. Просто идеальная. Вот на такое способен гриль. Добавляю пока немножко масла, потом в процессе добавления горячей картошки еще буду добавлять масло. Вот мне интересно, Марат, вот кому это вы все готовили, вот то, что вы сейчас показываете? Девочка? Это конкретно? Да. Вот это для тебя? Нет, нет, нет. Это я поняла. А вообще вот, да. А, вообще? Серьезно? Да. Марат очень известный в узких женских кругах в Израиле. Ты что? Не только в женских. Серьезно. А что, там уже разрешили? Да, там все разрешено. Тьфу. Катенька, когда человек любит готовить, главное, чтобы люди, которые приходят кушать то, что он готовит, были как минимум его друзьями или хорошими знакомыми. Чтоб сказали правду. И тогда счастье будет. Чтоб с удовольствием, да? Да. Ты что, насколько нежная шкура, конечно, у этой матье. Они не парятся. Хребет. Я не парюсь. Мне надо достать вот этот вот плавник. Он же здесь не нужен. Ёлки-палки. А все остальное вот так вот подделай аккуратно. Как это не париться, Марат? Пусть он хорошенько вынет все косточки. Чтоб нам было вкусно. Да ты что, Катя? Посмотри на эту картошку. Она не знает. Ты у него там покажи, потом у меня там покажи. Она не знает, что снимать. Ты посмотри, как она запеклась. И пусть весь мир знает. Ребята, можно сделать из отваренной в мундире картошки то же самое, но это не то. Но вряд ли получится, потому что у вас не будет корочки. В духовочку, да, поставьте в духовочку и будет вам счастье. А у кого из гриль, так это вообще сказка. Я вам хочу сказать, что вы счастливый человек. Так, Марат, я шкурку сдернул. Сейчас я аккуратненько вот так вот зафиксирую. Ёлки-палки, ты посмотри сюда. А дальше руки въезжают и просто аккуратненько раздевают эту малышку. Посмотри. Чисто по ребрышкам, вот так вот пальчиком, как идет, так вот это тебе и шикардос называется. Боже мой, ты посмотри. Марат, вот такое тебе надо? Да. Прям чудеса. Да. Насколько она послушная, эта селедка? Одна большая сплошная нежность. Смотри, все эти волостики. Ой-ой-ой-ой. Включая шкурку из-под пузика, остаются вот там, где есть. И как она тебе нужна? Как огурчики. Да? Ну, только что ж сказал, Марат. Тоненько-тоненько? Да. Все. Считаю, что домовалось. Вот так вот. Я, ребята, от одного запаха этой печеной картошки. Где мой шикарный нож? Скажу с ума. Просто скажу с ума. Марат, вот такая толщина тебя устроит? Не так. Вот так. Так я думал, вот так, а потом два раза так. Не-не-не. Вот ты. Вот так, только тоненько. Да? Да-да-да. Еще тоньше. Григорий Ефимович, знаешь, что сказал? Нет. Говори. Что в следующий раз, когда мне захочется шубу, мы можем сделать бартер. Караси едут туда, а шуба едет сюда. Ефимович, считайте, что договорились. Ты шо вы такой уважаемый человек? Обалдеть. А шубу какую они там умеют делать? Я пробовал пятьдесят два раза. Даже рядом не стояло. А вы шубу моей жены пробовали? Нет. А, пробовали? А ты ее уже купил? Вот норковую, да. Вот на Новый год попробуйте. Я все-таки сделаю так, как я. А ты хотел так? Захочу, нет. Ты посмотри, какая красота. Ёлки-палки. Ты шо, удивительные шнурки. Тихо-тихо-тихо, руки скользкие в печалках. Ай-яй-яй. Смотри, что-то там Миланя одевается. Собирается к нам на улицу, наверное, попробовать. Ага. Модница маленькая. Марат, две селёдочки или по одной? Ну, конечно же две. Я же их две жарю. Ой, жарю. Сейчас, Серёж. Чистил. Шо там у тебя? Миланя Свету одевает и говорит, давай пошли на улицу. Хватит уже в доме сидеть. Молодцы. Так. Шапку. Говорит, давай шапку. Это сапка. Так. Соль вот здесь, смотрите. Открываешь эту духовку, и вот там в баночке есть солька. Ай, красоль, да какая. Ха-ха-ха. Катенька. А. Иди сюда. Я тут, Маратик. Тут. Прямо над вашей картошкой. Картошечку не солили, естественно. Она запекалась у нас в этом. Поэтому чуть-чуть посолим, потому что она будет селёдочкой. Буквально капельку. Смотри, что я делаю сейчас. Я наливаю туда сливки. Да, диетическое блюдо. Можно молоко, у кого нет. Пюре делаем, короче. Да, мы её должны... Вот она, Марат. Растолочка. Да. Я пойду, чтобы не стучать, наверное, пойду. А, нормально. Тут пластмассовая миссия. Ну, обычно, когда уходит, а когда надо постучать. Да. Всё, я уже здесь тоже. Ура, наконец. Почти. Ура, готов. Обалдеть. Вчера мы собирались один салатик быстренько приготовить. Ну, у нас всегда так. Да, это точно. А что один салатик? Вот он стоит. Я тебе пел песню на привозе. Что все рецепты приходят именно в процессе. Ты приходишь туда, растворяешься в этой любви людей. И в море этого замечательного продукта. И у тебя просто в голове роятся мысли. Скажи спасибо, что мы отделались двумя салатиками, печёной картошкой, селёдочкой и майонезом. Это точно. Что, мы могли бы сейчас такое здесь раскатить. Ребят, мы сделали, собственно, пюре из печёной картошки. Ага, я подержу, чтобы у тебя не зарабанило. А? Деликатес прям какой-то. Да какой-то деликатес. Это картошка с селёдкой. То есть можно... Нет, Марат, послушай её. Это на самом деле таки да. Это пюре из печёной картошки. Из печёной картошки. Да, у неё на самом деле совсем... Это почти как из печёной картошки. Немножко. Можно я бежу? Да, конечно, можно. Ё-моё. Странный у тебя микрофон. Марат, Джан, давай рассказывай, что надо. Всё готово, всё готово, всё есть. Всё прекрасно. Ложечку я помыл. Тебе нужна ложка? Насыпай. Накладывай. Правильно? А? Я тут, Серёжа, тут. Накладывай. Он хотел, чтобы ты его похвалила. Я сказал, насыпай, а он сказал, накладывай. И? Какой ты умничка. Слава Богу. Не, он способный вообще. Аккуратненько, она нежная. Картошка или шкурка? И то, и то. Как много? Серёжка, прям вот вровень, не бойся. А вам хватит? Должно. Да, чуть меньше можно было, ничего. Нормально. Вот так. Шикардос? Да. Всё. Так каждую. Кто бы сомневался. Ребят, если вы делаете это на новогодний стол, ну, попросите на рынке или где вы покупаете картошку. Пусть он сразу запекут и вырежут. Просто чтоб картошка плюс-минус была одинаковой формы. У нас, видите, все разные немножко. Но это не столь важно, оно всё равно. Главное вкус. Вкус. Так ты шо? Не, Марат. Скажи, печёное. Печёное пюре, оно и рядом не стоит? С обычным. С варёным пюре. Тихо, 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 лодочка не сваливать. А тем более в таком гриле. Ай-яй-яй. Ты видишь, как у нас всё чётко получилось. Это белоснежная радость прямо. Один большой шикардос. Раз, два, три, четыре. У нас пять, да? С мамой, да? Чтоб не умничал. Нормально. Это твоя, Серёжка, упала. Хорошо. Главное, чтоб не мамина. Шо ты этот... Всё время под рукой она мне. Да я так её съем. Да я знаю, что ты её съешь, ёлки-палки. Но зачем она тебе уже надо кушать с картошкой? Чисто по-братски вот так вот. Дай облизать ложечку. Ну попробовать. Так это для мамы осталось. Хорошо. Я попробую остальное. Смотрите, какая дочка готова у мамы последнее съесть. Там капает, ляпает. Вижу. Любовь моя. И шо? Слушай, вот это вот нотка, конечно. Печёная? Скажи. Это же счастье. Когда мы закончим? Когда мы закончим? Это нудная какая-то она. Серёженька. Шо, Марат? Давай. Украшай. Прям селёдочки прям по полной. А ты шо? Да руками ляпай. Шо ты вот это вот... Тихо. Вы думаете, Марат? Мы так до утра будем с вами ждать пока он наляпает. Сейчас две карточки сделаем, потом... Руками, да? Руками начнём. Нет, это я это делаю для той аудитории, потому что имею огромное уважение, которые пишут, Липован, а чего ж не в перчатках? Ребята, такие для вас стараюсь. И в перчатках, и с пинцетом. Шо вы нам были здоровые, да? И комментарии всегда писали с удовольствием. Не, а на последнем видео там даже есть люди, которые говорят... Наконец-то одел перчатки? Нет, нет, нет. Ребята, я обычно пишу гадости. Ну такое, понял там? Как это? С критикой. А в этот раз вы превзошли все мои ожидания. И я написал такие хорошие, и даже лайк поставил. Так что, ребятушки, не забывайте ставить даже лайк. Это на какое видео вам так написали? А ладно, шо вот это вот? На последнее. Все, поставил лайк и хватит, ёлки-палки. Ты шо? Не, а там где мы готовили этот салат новогодний, шашлык в казане, это просто очень вкусно, очень вкусно. А не надо приляпать вот это? Можно. Зашпаклевать? Абсолютно, как душе угодно. Куда же у вас там крышечка оденется? А крышечку не надо одевать. Не надо? Нет. Это ты сейчас берешь вилочку, берешь, сейчас мы украсим это, и для вкуса тоже очень важно, маринованный красный лук. И ты вилочкой захватываешь селедочку, пюрешечку, лучок, ложишь это себе в твой прекрасный ротик. Или кладешь, как правильно. Кладешь. Ребята. Я уже не поправляю. А вот это, а вот эта крышечка. Сверху, да, прикусываешь? Это просто посыпал солью, лучок, селедочку положил, она хрустит, она запеченная, и это божественно. И взял с собой на рыбалку, а там она тебе будет в разы вкуснее. Ребята, я только что вот для тех, кто, как это, что-то такие имеют немножечко, да, и что-то хотят. Мы для вас только что исполнили именно, не знаю, концепция нового одесского ресторана. Просто. Вам надо всего лишь три блюда эти иметь в меню. Все, хорошее пиво, четвертый вариант, и беспроигрышный ход конем, и все у вас будет счастье. Ух, какая красота. Еще и это? Да, обязательно. Без этого не работает. Блин. Да, 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 да. Слушай. Ты сразу на дверь кладешь. Да ты что, такой волос, я даже не знаю там. Любой позавидует. Хорошо, что он в рот к себе еще не подкладывает. Марат, это спагетти, елки-палки. Я думаю, что тут... И сюда мне брось немножко. С удовольствием. Все для тебя. Я бы уже тоже хотела и мне сюда брось, пожалуйста, немножко. Да успокойтесь, ешкин ты кот, ты вошел. Да, да, да. Селедочки не осталось? Да я тебя найду, на. О, давай. Спасибо. Ты сейчас у каких-то людей с ресторана забираешь меню, объедаешь, елки-палки. Да потому, что... Я же ее концепция готова. На, иди сюда уже. Не-не-не, это я не хочу, я не хочу, сказала. Да хотя ты не понимаешь, что это ешкин ты кот. Именно со шкуркой. Прямо вместе со шкуркой кушать. И не портить там никакой морковки. Странно, от еврея это слышать, но тем не менее. Именно со шкуркой, значит со шкуркой. Все, все, все. М-м-м. М-м-м. Да не мочи, ты уже успокойся. Эй, тебя слышат. Она забывает, что у нас с микрофоном. Он вырежет. Все. Как раз это и не вырежу уже, пусть люди знают, какая ты у меня. Там, Марат, я не могу остановиться, это же красиво. Марат, это вот именно мое блюдо. Что? Видишь, как я угадал сегодня, когда ты сказала, хочу картошку с селедкой. Марат, это именно мое. Я вспомнил, что можно вот так вот исполнить празднично. Так, раз празднично, давайте обыскать. Вы знаете, если мужчина приготовит женщине вот такое блюдо, мне кажется, что это… Считаешь, что она сразу беременная? Да. Да. Все. Достойно уважения. И самое главное, не затратно, Марат. Это на самом деле все бюджетно. Бюджетно, да. Даже брусника дешевая. Ребята, просто бесподобно. Рожать дороже, да. Все нормально. Что, салатики? Эх ты. Кто тут самый дорогой? Я не знаю. Наверное, копченая курочка. Лук, лук синий. Да. Да. Кать, мы его купили с Маратом за 42 гривны. Успокойся. Да две луковицы. Ну и что, нам больше не надо, тем более полторы осталось. Полторы осталось. Ты видишь? Можно мы пойдем уже просто употреблять вот эту еду? Куда? Туда, в зал. Свету кормить. Это святое. Блин, такая красота, даже не хочется его… Не трогайте. Серега, у нас есть… Что? Не, не, у вас же есть два. У тебя есть два пинцетика, Сережа? Взяли по пинцетику себе? Не, ну Кать, о чем мы говорим? Да вы меня загоняли, я не знаю, что делать, елки-палки. У меня есть все, кроме вилок. Марат, ложка раз, вторая где? Только что ты картошечку накладывал. Да у меня есть и третья, елки-палки. Смотри, выбирай. И та, и та винтажная. У тебя рот круглый, это тебе. У вас в доме ничего не винтажного нет. Ты тот салат пробуешь, я этот, да? Я просто не пробовал ни этот, ни этот. Я тоже нет, давай вместе с этого начнем. Давай с этого, да. Чисто ложечкой, как на юбилее каком-то. Хотел подуть попривысить. На юбилее одноклассников, им уже по 80 сегодня. Так что... Хорошо, ты сохранился, значит. Ммм. Очень хорошо, что не посолили вообще. Марат, мы просто пробуем, мы не кушаем, Марат. Курочка очень такая, вполне солененькая, поэтому... Что скажешь? Первая эмоция, что меня посетила, что у меня во рту один сумасшедший взрыв. Нереально популярный ипподром, понял? И там бегут именно три... Лошади. Замечательные скаковые лошади, причем три в фаворитах. Это копченая курица, кислая брусника и хрустящее сладкое яблоко. Я не знаю даже кого выделить, все три победили. Сладкое, сладкое яблоко. Обалдеть! Обязательно. Яблоко. Яблоко. Да соседи у тебя есть вокруг. Да пусть знаю, что здесь ипподробно. Так делают на ипподробнее, когда лошадь победила. Ребята, приходите, не стесняйтесь, салата хватит на всех. А брусничка как, Серега? Я же сказал только что. Вы уже наели все ребята? Это шедевр. Сейчас если перемешать, то салат окрасится в красный цвет. Да не надо, все верят. Давай дальше. Бомбически. Вкуснячая такая. Ты шо? Я не знаю чем есть. Руками? Я же тебе сказала пинцетом. А я засуну аккуратненько и вот это еще лучок потянется. Нет, это я должен налить. Да налей конечно же. Первое что встречает, это конечно куриная печенка. Потом врывается этот маринованный вкусный огурец соленый. И заканчивается это все аккуратной, нежнейшей корейцей морковочкой. Ёшкин ты кот. Ваше здоровье. Не знаю как по-корейски ваше здоровье, но он таки пьет за вас. Ой-ой-ой. Марат. А ты что не знал? Вообще не знал ты шо ёлки-палки. Я же работал не в тех местах оказывается. Вкуснячие бесподобище какое-то. Так отъехали. Блин. Гайки? Да. Ой. Кать, ну потерпи, наберись терпения. А я не могу уже просто. Невозможно. Вот я даже здесь, мы даже по одной не будем кусать. Я чисто смотрю. Маратом по-братски. Хорошо, что ты не принес катану. Смотри. Хопача. Срез ювелирный. Я бы хотела, чтобы вот это ты мне... Хо-хо-хо-хо-хо. Беременной хочешь быть? Да, попробую. Я выхожу. Все. Всем говори пока-пока. Чао. Да. А я пошел, пошел, пошел кормить ее, короче. Ай-яй-яй. Что тебя трусит, Сережка? Дурында. Я к тебе заигрывал только что нижней частью таза, елки-палки. Ты шо? Знаете, как они? Глухари. Ты-ты-ты. Они только глухари. Вообще-то едят маленькой вилочки, так аккуратненько. Ну, тебе можно. Ребят, это всего лишь... Вот едят люди ненормальные маленькой вилочкой. Это невозможно кушать маленькой вилочкой. Это всего лишь картошка с селедкой, только вот сделано немножко так попраздничной. И обязательно запекайте ее, не варите. Сережа, тебе там пишут, что ты не кушаешь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кушаешь отвратительно. Я пивка тебе нужду. Угу. Мммм. Все. От всей души и с хорошим настроением. Чтобы вы понимали, насколько я люблю мандарины. Угу. Ну, после этой картошки даже мандарин не хочется. Марат, ты такой, что меня... О, добил в конце. Я уже хотел сказать, что я в себя влюбился по новой. Не, но это вкусно. Правда, надо кушать, конечно, тепленьким. Но мы сейчас света удивим. Редненький? Куда она потянулась? Они не трогай мужские... Мужские радости. Короче, друзья, если души и с хорошим настроением, для вас, продолжая тему предновогодних блюд, выступали народные, не побоюсь этого слова, артисты. Марат. Ну, и я любитель пива. Всем пока-пока. Чао. Ура! Можно кушать. Марат, это... Да ты шо? Это скажи бомбу. Да я... Я вот только из-за... Да перестань ты снимать. Я только из-за камеры держался. Я вот чуть не отъехал. Я тебя защищал. Больно. Я не знаю, что вкуснее. Это очень... Пошлите кормить Свету. Все. Идем, идем. Да выключи ты меня. Да уже дай. Давай. За твою картошку. Подожди. Тут, елки. Я тебя...